В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В акции студенты за безопасность на дорогах приняли участие первокурсники колледжа Московия. Я всегда стараюсь соблюдать все правила безопасности, чтобы сохранить свою жизнь. Традиционные зимние соревнования по плаванию прошли в бассейне «Дельфин» поселка Развилка. Мне кажется, что в плавании ты сразу все развиваешь. Во дворце спорта Видное в рамках Кубка Европы ФИБА Спарта НК победила турецкий хатай. Нельзя не отценивать эту команду. Она очень серьезная, сильная. И они сейчас приобрели еще одного игрока. В преддверии Международного дня студентов учащиеся колледжа Московия приняли участие в ставшей уже традиционной акции студенты за безопасность на дорогах. Вместе с первокурсниками освежила в памяти правила дорожного движения и наша съемочная группа. Ежегодно Развилковский филиал колледжа Московия совместно с сотрудниками ГИБДД накануне Международного дня студента проводит акцию студенты за безопасность на дорогах. Как правило, в ней участвуют учащиеся первых и вторых курсов. Хотя работа по профилактике ДТП ведется со всеми ребятами. Кроме того, что в актовом зале мы проводим беседы, разъяснительные беседы с показом видеороликов, еще и ребята проводят акцию на улице, на дороге. То есть мы либо раздаем автомобилистам листовки с разъяснительной информацией, то есть как-то стараемся именно на нашей территории данный вопрос урегулировать. В этом году в ежегодной акции приняли участие около 80 студентов. Начали с лекции в актовом зале, где сотрудники ГИБДД напомнили ребятам о том, как следует вести себя на дорогах. И вот вы идете в мобильный телефон, вы закопаетесь. Даже не задумываясь о том, что встреча с автобусом, с троллейбусом, с автомобилем для вас закончится очень плохо. Это железный транспорт, он всегда нам принесет тяжкие повреждения. Поэтому, ребят, вот просто-напросто выбирайте мобильный телефон на время, когда вы находитесь на дороге. Поговорили и о том, зачем нужны свето-возвращающие элементы, чем опасен накинутый на голову капюшон, что такое слепые зоны и как не попасть в дорожные ловушки. У нас с вами задача какая? Носик высунули из-за большого транспортного средства, который вот рядом с нами. И убедились, что никого рядом больше нет, что у вас дорога свободная. После обсуждения студенты вместе с сотрудниками ДПС вышли на дорогу. Студенты совместно, опять же, с сотрудниками госавтоинспекции напоминали водителям о безопасности дорожного движения. Еще раз, значит, вручали листовочки с напоминаниями и также напомнили о неупотреблении алкогольных напитков за рулем. Сами ребята такие акции считают полезными, хоть и уверяют, что и так хорошо знают правила дорожного движения. Все, что мы сегодня прошли, я еще раз взяла себе на уст. Как в дальнейшем, если вдруг получу права и буду ездить на машине, нужно себя вести на дороге. Я всегда стараюсь соблюдать все правила безопасности, чтобы сохранить свою жизнь. Студенты также разложили на припаркованные автомобили листовки с призывом быть бдительными на дороге. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Музыкальное Подмосковье – так называются занятия, которые каждую среду проходят в районном историко-культурном центре для младших школьников. Главная задача таких мероприятий – познакомить ребят с миром классической музыки. Внеклассный урок посетила и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Наталья Буслаева. На очередную встречу были приглашены постоянные слушатели проекта «Музыкальное Подмосковье», учащиеся младших классов второй школы, а также ребята из Видновской школы номер 10, которые посещают такие уроки впервые. В наш век совершенно другой, так скажем, музыки и антимузыки. Вот такие встречи просто необходимы, чтобы дети знакомились с композиторами, чтобы они слушали действительно классические произведения, которые вот в устое нашей русской культуры. Занятие было посвящено одному из самых популярных и распространенных инструментов в мире – гитаре. Ребятам рассказали об истории возникновения, разновидностях, происхождении названия, о том, что свой облик гитара получила не сразу. Мастера экспериментировали с размером корпуса, креплением грифа и прочим, и лишь в XIX веке она приобрела современную форму. Предшественница гитары была такая интересная, красивая людня. В продолжении темы участниками ансамбля «Солнечные струны» под руководством Сергея Белохвостова был подготовлен концерт. Музыканты коллектива – выпускники детской школы искусств города Видное. Произведения классические, музыка из кинофильмов, латиноамериканская музыка и джаз плюс. В Историческом культурном центре первое выступление, потому что программа была сделана, отработана, отрепетирована, и я считаю, что ее можно уже выносить на публику, пускай даже на такую юную. Александр Иноземцев в этом году оканчивает музыкальную школу. Он уверяет, что освоить игру на гитаре очень легко, и никаких трудностей в процессе обучения у него не возникло. Мне как-то нравятся все музыканты, которые играют на гитаре. Гитара – это вроде проще, чем пианино, один из простейших музыкальных инструментов. Но это не значит, что он звучит хуже всех остальных. На нем очень просто играть. Музыкальное занятие длится около 45 минут, как и школьный урок, чтобы дети не успели заскучать и переутомиться. Эти произведения мне показались очень красивыми. И вот, когда я вырасту, хочу научиться играть на гитаре. Мне больше всего понравился романс. Почему? Потому что он очень нежный и мелодичный. Мне очень нравится такая музыка. Музыкальное искусство, как и любое другое, способно воздействовать на всестороннее развитие ребенка. Ирина Маскаева в своих еженедельных занятиях старается сделать так, чтобы дети влюбились в хорошую музыку. Чтобы они знали имена композиторов. И Чайковского, Римского, Корсакова, Иглинки. И многих-многих композиторов, сенсансов, что я проводила. Так что у нас объем наших занятий очень большой. И я стараюсь это все преподносить интересно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Несколько раз в месяц педагоги Квилд-клуба Центра по работе с молодежью «Энергия» проводят выездные мастер-классы в районной библиотеке. Посещать их могут все желающие, без предварительной записи. В этот раз дети мастерили поделки из фетра. Чем запомнился участникам мастер-класс, узнала наш корреспондент Юлия Погасьян. Школьник Леша Герасименко – личность творческая. Мальчик с малых лет мастерит разного рода поделки. Не упускает возможности посетить мастер-классы, которые в Центральной районной библиотеке проходят регулярно. Тут можно выбирать разные цвета. Родители с тобой гордятся. На елку повесить можно. Я люблю рукодель. Разные материалы. Мягкие, пушистые. Интересно. Сегодня ребята создавали фигурки из фетра. На выбор им предоставили материал разных цветов. Можно было включить фантазию и смастерить что-то на свое усмотрение, но педагог квилт-клуба предложила участникам попробовать сделать розу. Пользовались ребята и ножницами, и клеем, и нитками с иголками. Работа кропотливая. Процесс занял больше часа. Мне больше понравились листочки делать, и цветочки мне все понравилось. Просто мне нравится рукодель, я его люблю. Мастер-классы квилт-клуба Центра «Энергия» в библиотеке проходит раз в месяц по четвергам в 16.00. Участие бесплатное. Допускаются все дети от 6 лет. Предварительная запись не нужна. Не в каждой семье могут приобрести такие материалы, которые приносим мы, и не все дети могут попробовать себя в каком-то новом деле. Квилт-клуб в Центре по работе с молодежью «Энергия» существует с 1993 года. Сегодня в нем занимается более 30 человек разных возрастов. Квилт в переводе с английского «стегать» – так и есть на деле. На занятиях учащиеся стегают разного рода материалы и шаг за шагом создают интересные подделки. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В бассейне «Дельфин» поселка Развилка прошли традиционные зимние соревнования по плаванию среди воспитанников оздоровительного центра. За заплывами наблюдал наш корреспондент Дмитрий Книга. Трибуны бассейна «Дельфин» поселка Развилка были переполнены болельщиками. Они пришли на традиционные зимние соревнования «Рождественские старты», чтобы поддержать своих пловцов. В заплывах принимали участие воспитанники оздоровительного центра. Соревнования проводятся по регламенту Всероссийской Федерации плавания. Старт 1. Дистанция 25 метров – это дистанция для малышей. И на дистанции 50 метров – дистанция метров конкурсового плавания. Дети могут выполнить спортивные разряды. Соревнования такого формата проводятся в бассейнах Видновой Развилки уже более 10 лет. На этот раз в заплывах принимало участие более 220 человек. Также на старт вышла группа детей с ограниченными возможностями здоровья «Самоцветы». Плавание позволяет укрепить здоровье, увеличить силу и тонус мышц и получить заряд хорошего настроения. Мне кажется, что в плавании ты сразу всё развиваешь. То есть, например, бокс ты развиваешь часто руки свои, в каком-то там спорте ноги. А в плавании ты всё равномерно развиваешь. Чтобы успешно выступить, юные спортсмены усиленно тренировались и готовились к соревнованиям. В день старта очень важна поддержка родителей. Эльмира переживала за свою дочь Ксению, хотя это как раз тот случай, когда участие важнее победы. А мы чисто для здоровья занимаемся. На самом деле нет, это просто для удовольствия. Кто-то из пловцов в дальнейшем планирует связать свою жизнь со спортом. Для других это лишь хобби. Но главное понимание, что начать заниматься плаванием никогда не поздно. Я посоветую, если вы хотите заниматься плаванием и достичь каких-то результатов, старайтесь на тренировках, работайте над собой. Главное, не унывайте. По итогам соревнований победители получили грамоты и ценные подарки. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» в рамках Кубка Европы ФИБА состоялся очередной баскетбольный поединок. Спарда НК уверенно переиграла турецкий Хатай. Матч закончился со счетом 90-71. Почему эта победа и итоговый перевес 19 очков так важны для видовской команды, расскажет Максим Козлов. Европейский Кубок проводится с 2002 года и считается вторым по престижу европейским турниром после Евролиги. Семь раз россияне становились обладателями Кубка, в том числе и Спарта НК в 2006 году. Нынешний сезон для наших девушек складывается довольно удачно. Мы зашли в топ-16, это уже великолепный результат. И девочки показывают, что и форму набирают по ходу сезона, и уже свободнее ориентируются на этом уровне высоком. Этот же уровень они продемонстрировали и на игре с турецким Хатаем. Молодые подопечные Сергея Данилкина с первых минут матча задали высокий темп и выиграли первую 10-минутку матча со счетом 24-18. Для тех, кто не сильно искушен в порядке проведения Еврокубка, стоит пояснить, что до этой игры наша команда прошла квалификацию. Затем групповой плей-офф, где было 40 команд, потом еще несколько игр, и сейчас девчонки борются за выход в одну восьмую финала. Для этого спартанкам необходимо максимально продуктивно провести две встречи со своими соперницами из Турции. В следующий игровой отрезок видновские спортсменки продолжали укреплять свои позиции. Разрыв между командами к большому перерыву составлял уже 17 очков, 47-30, что не могло не радовать многочисленных болельщиков. Наши спортсменки молодцы, девчонки. Они ведут себя уверенно, они не теряются, а это важно. После перерыва турецкая команда попыталась взять реванш. В итоге в этом раунде они забили на два мяча больше, но догнать видновчанок не смогли. Команда «Хатай» была основана в 2010 году. Кстати говоря, ей удалось перейти в первую турецкую лигу всего через 7 месяцев после создания. Сейчас в ней играют баскетболистки из Турции, США, Словении, Швеции и Бельгии. В нынешнем Еврокубке гости из Турции выступают чуть удачнее, чем команда из Вильного. В раунд 16, как в Еврокубке называют по сути 1-16 финала, турчанки прошли автоматом, показав хороший результат в групповом этапе. Нашим же пришлось пройти еще один раунд. После нынешней игры видновчанкам нужно будет еще раз встретиться со своими соперницами из Турции. Прохождение в следующий раунд гарантирует разницу. То есть чем больше мы выиграем здесь, тем меньше должна быть разница в Турции. Нельзя недооценивать эту команду. Она очень серьезная, сильная. И они сейчас приобрели еще одного игрока, высокорослого. Это тоже немаловажный фактор. 90-71. С таким счетом завершился поединок Спарты-Антка и Хатая. Ответный поединок серии раунд 16 Еврокубка состоится в турецком городе Антаке в среду 29 января. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин